СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Да, сегодня наш гость... ...из нашего солнечного Дагестана. Ахмад Магомед Алиевич Кахаев, заместитель муфтии Республики Дагестан. Я хочу особенно поблагодарить вас, потому что дагестанский муфти от нас каждый год поддерживает в этом форуме. От вас всё время приезжают специалисты, люди, которые выступают и помогают разбираться в этих вопросах. Поэтому передайте нашу благодарность нашим друзьям, братьям. Всегда ждём вас в гости. И Абдурахман Долгатович Османов, полномочный представитель правительства Республики Дагестан Кировской области. Председатель Кировской региональной общественной организации «Дагестанское землячество». Организатор форума. Но он организатор не только этого форума, он организатор предыдущего форума, предпредыдущего форума. Поэтому мы можем как бы разговаривать. Почему именно дагестанское землячество уделяет такое особое внимание этой тематике и решению возникающих вопросов? Скажите, пожалуйста. Абдурахман Долгатович. Добрый день, дорогие друзья. Почему мы уделяем это внимание? Еще в 2015 году у нас состоялся первый форум. И в то время было актуально. Везде были взрывы, терроризмы. И в основном большинство ссылка делалось на мусульман. В основном это то в Дагестане, то в северокавказских республиках. И поэтому в то время, когда мы решили организовать такое мероприятие, нас поддержало местное правительство Кировской области. Мы с ними этот вопрос обсуждали. Духовное управление Кировской области этот вопрос тоже у нас поддержало. И одновременно, когда мы этим вопросом тоже советовались и с муфтиатом республики Дагестана, тоже нас поддержали и решили совместно. Тогда у нас была большая команда и в общем решили тогда организовать такой форум. И заодно у нас наша цель была в этом форуме подключить всех органов исполнительной законодательной власти, местные правоохранительные органы. А также студентов всех религиозных общественных организаций, которые у нас существуют в Кировской области. И всех земляческих диаспор национальных организаций. Название было поэтому тогда религия против терроризма. А сейчас название изменилось. Святка территория открытого диалога. Почему? Что закладываете? Какой смысл? А когда закладывали? Мы вчера об этом говорили, потому что она как-то уже в течение трех лет показала свою актуальность. И получилось так, многие общественные организации, когда видно было название религия против терроризма, не все хотели участвовать. Я имею в виду круглым столе. И поэтому… Отпугивало, да? Да, поэтому мы решили немножко поменять вот этот формат общения, формат названия. Конечно, мы из того тоже полностью не отходили. Потому что все равно она актуальна, вот этот экстремизм, она все равно исчезла. И поэтому мы решили, вот оргкомитетом мы собрались, и было принято решение оставить, например, оставить ежегодный межрегиональный название «Поменять вятка территории открытого диалога». И вчера вы были у нас, вы видели, что это одни из тех мероприятий, да, где мы за одним столом собираем почти всех, которые исполнительные власти, законодательные собрания там были, да, были там… Правоохранители? Все правоохранительные органы были, почти все были, да, вот я вам потом, если что, даже оставлю вот этот список. У меня есть, я захватил с собой с форума, да, действительно, да, вот есть список. Представительные довольно списки. Да, вот более 35, более 25 этих должностных лиц были там приглашения, почти все сферами охватывали. И религиозные, и молодежные организации, вот, и было, это единственное такое, я всегда говорил, вот, ребята, потому что я, когда часто с ними сталкиваемся, есть вопросы, которые задают в узком круге, да. Я говорю, есть у вас такие наболезающие вопросы, к которым мы действительно сегодня должны реагировать на эти вопросы, давайте сообщаем вместе, выйдем и будем эти вопросы сообщать решать. Ну, вот, как раз хочу спросить, хотя ответ вполне очевидный, конечно, вятка территории открытого диалога. Диалога, подчеркну, давайте еще раз проговорим, диалога между кем и кем. Вот диалог между обществом и гражданским обществом, да, и между, я имею в виду, органами власти, чтобы мы друг друга услышали. Мы понимали актуальность тех вопросов, которые сегодня не все могут выносить. Вот, даже вот, которые были там молодые студенты, все, которые мы там приглашали, у нас было очень много вчера из разных институтов были, были из молодой гвардии. Кадеты были. Кадеты были, да. Были из Вятской, Дорожной. Десятая школа была, ну, этот кадет как раз, да. Да, 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 вот, из юридического колледжа были, и другие были, да. Когда мы, я им задавал до этого вопросы, мы с ними обсуждали, я говорю, давайте, вот, обсудим эти вопросы, вынесем сюда, да. И даже вот из епархии, который был у нас, Ере Борисов, вот, и с ним, даже когда по телефону мы разговаривали, он говорит, давайте, мне это вот интересно, та тема, которая у вас, и я, говорит, у вас впервые буду участвовать, и мне это интересно. Давайте будем выносить ложь, которую мы скируем, да, на эту площадку, там, открыто. Резолюция будет у форума, ну, вот, вчера она на мероприятии, было сказано, что она появится позже, но можем мы хотя бы сейчас в основных чертах осветить, что там будет в этой резолюции, в итоговом документе? Да, вы знаете, мы вот резолюция, мы посмотрели, которая была у нас в прошлом году, да, и те вопросы, из тех, которые мы как-то решили, эти вопросы, и дополнительно, эти вопросы, они, вот, сейчас скажу, вот, резолюции, там есть предложение, они хотят вот этот форум, да, вот этот круглый стол переносить на регион, не на, я имею в виду, области Кирио, например. В районы. В районы. Вот, я сейчас просто их не могу себе озвучивать, мы у нас, вот, вы знаете, у нас были анкеты, мы раздавали вот анкеты вот такого типа, да. Да, 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 где можно было оставить свои предложения. Да, и там в двух-трех анкетах есть, они предлагают разные области, там, в Слободску. В районы вернули, да. В районы переносить вот этот, и они просили, давайте вот это тоже включим резолюции, чтобы мы могли вот это переносить на разные вот эти. Ну, то есть, возможно, я как одну из идей просто сейчас высказываю. То есть, возможно, сначала какие-то вот районные будут, да, форумы, а затем, возможно, венчающие их мероприятия областного, межрегионального характера. Это формат, это как организовать там и так далее, и так далее. Ну, вот основная идея вот в этом году какая была? Вот что мы хотели донести во время этого диалога? Вот основная идея, основная цель у нас была, вот, честно говоря, в этом году мы больше настаивали на патриотизм. Вот патриотизм, вот воспитание молодежи, патриотическое воспитание. Вот именно основная цель была на этот у нас в этом году. Патриотизм? Да. А вот, Хаджид, что имеется в виду? Что имеет в виду ислам, когда говорит о патриотизме? Бисмиллахархамархим, во имя Всевышнего, милостивого на этом свете ко всем и милосердному. Патриотизм, если у человека нет патриотизма, если он не любит самого себя, своего народа, свою родину, свои традиции, то есть этот человек другому пользу тоже не может давать. Потому что ожидать от такого человека польза к будущим, какая-то польза, что будет, такого не ожидается. Это осмотрение, это понимание своей религии, то есть религии ислама. У нас говорится, что любить родину является половиной твоей веры. То есть если не считается твоей верой, если ты не любишь свою родину. Я правильно понимаю, люби свою родину в рамках большой многонациональной страны? Да. Так? Да, да. Вот почему я это озвучил так, потому что вы знаете, Дагестан, в нашем общем доме России, в нашей стране, это регион, в котором проживают около 40 национальностей, более 120 этносов, и в том числе трех религий, и Дербент, мы называем его городом трех религий. Вы можете просто листать историю, вот долгое, 1500 лет тому назад, оттуда, если начиная даже, когда появился ислам, и после этого тоже, если посмотреть историю, когда-нибудь в Дагестане были ли какие-либо скандалы, разногласия межнациональные или же межконфессиональные, не были ни со стороны христиан, ни со стороны иудеев, ни со стороны мусульман. А почему не было? Потому что ислам их учил патриотизму, ислам их учил, то есть любить друг друга, то есть и так же христианство, и так же иудаизм. Все эти мировые религии, вот наших предков обучали всегда, чтобы они уважали и любили друг друга. То есть вот в этом плане, то есть и патриотизм, и вот в целом в патриотизме есть и наша религия. Все направления они обучают друг друга любить, уважать, назад смотреть предков, изучать, свою родину любить. То есть в целом эти все направления приветствуются и исламе, и даже рекомендуется всегда, чтобы мы были такими. Открытыми взялом. И это в каких-то как бы вот аятах Корана как бы вот про... То есть я один из... Зафиксировано, да, вы видите? Да, где-то зафиксировано. Аллаху Субхану Ва Тааля в Священном Коране говорит, что «Инна халякнаакум, что я вас сотворил племенами и народами для того, чтобы вы познавали друг друга». То есть в этом аяте открыто объясняется о том, что Всевышний Аллах если захотел бы только один народ был, их он создал бы и одна религия была, то есть и одна конфессия была. То есть Аллах их создал бы только одним. То есть Аллах Всевышний создал их разными для того, чтобы они познавали друг друга, помогали друг другу и почитали друг друга, уважали друг друга. Да, вот в таком плане. Это в священном аяте говорится. И также в хадисе говорится о том, что никто из вас не будет полноценно уверовавшим, пока он не полюбит своему брату, имеется в виду детям Адама и Евы. То есть эти братья, в смысле здесь не говорится брату мусульманину, брату христиану или же иудею, никто. То есть человечество в целом. Посланник Аллах говорит о том, что полноценно ваш иман не будет считаться, пока не полюбите, не пожелаете своему брату то, что вы желаете самому себе. То есть ваша вера? Верно, человек не должен исходить вред. То есть если это исходит от меня, то есть ненависть другому человеку или же нелюбовь, или же неуважение, или же унижение, это значит, значит у меня нет веры. То есть вот ислам этому учит человек. Поэтому здесь в целом если взять и патриотизм, уважение друг друга, даже у нас в Мадагестане говорим, слово толерантность мы иногда пользуемся, да толерантность. Говорим, что мы толерантны друг к другу, терпимы друг к другу. Я вот не люблю слово. Я люблю ваше слово, которое вы управляли раньше. Уважение. Уважение. Вообще, по-моему, пик востребованности слова толерантность как-то пошел, на мой взгляд. Да, да, да. У нас в Дагестане это слово толерантность, это у нас для нас не существует. Для нас существует братство взаимоважения, потому что мы веками живем в Дагестане. Ну, к сожалению, конечно, последние десятилетия, начиная с 90-х годов, какие-то люди сначала хотели национальные почвы какие-то разногласия делать, они увидели, что это невозможно, потому что пока есть у них религия, у христиан, у мусульман, иудеев это не произойдет. Потом захотели среди религиозных людей какие-то расколы делать, и тогда тоже мы совместно с Владимиром Владимировичем Путином в 99-м году показали в Дагестане, что в Дагестан, что эти бандиты не войдут через этого, через религии, они не смогут расколы делать в Дагестане и России. Потому что вот в Ботлыхских ситуациях и других местах тоже мы всегда... Заметьте, они тогда искусственно делили мусульман, да, говорили? Вот мы такие, а вы вот такие. В смысле, это хорошее, это плохие. Да, это вот хорошее, но там назывались по тарикату, там как-то там назывались, да, вы там салафиты, условно говоря, а мы там... Ну, в целом, конечно, были, вот они вербовали молодежь, да, они вербовали людей, но реально ваххабизм в Дагестане, когда появился ваххабизм, мы его не восприняли, то есть нормальные, полноцельные, вот знающие люди. Ну, к сожалению, конечно, вербовали молодых людей, то есть показано им неправильно. Это сложно было в Макхаджи, потому что Дагестан с такими традициями ислама, да, с такими глубокими традициями... Крепкими, вот миролюбивыми. Да, с такими, ну, там, я так понимаю, что там распространён в том числе суфийские там направления, да, то есть это же один из самых сильных направлений и самых миролюбивых, и более того, самых глубоко философских направлений по познанию. Вот, и поэтому сложно было, да, Ахмад Хаджи, в этом смысле, в Дагестане что-то... Видите, у нас в Дагестане сложно было, то есть, ну, Ахмад Хаджи, для нас тоже сложно было. Почему? Я хочу здесь подчеркнуть, что мы прижили 70 лет уже, скажем, что от образования, религиозного образования люди были отдалены. Но хотя в душе, в сердце у людей была вера, они хотели молиться, они хотели, вот, знали своих предков, но, к сожалению, они были отделены от религиозного образования и христиане, и мусульмане, и иудеи. И в это время, после 90-х годов, когда, вот, открыли дорогу, открыли для всех, и в это время и появляются бандиты, и появляются недруги России, то есть, недруги наши, то есть, в целом появляются, и в это время, вот, направлять молодежь на правильный путь, для этого нужны были кадры, то есть, знающие люди, то есть, наставники. Но этих людей шитыны, малого, количества людей много, а люди, которые, с кем они должны заниматься, их очень мало, и их тоже, вот, должны сначала же понимать тоже, после развала Советского Союза, и полностью открытые площадки, и туда приходят и эти, и те, то есть, и сначала должен человек сам на ноги стоять, и люди тоже его понимали, и после этого эту работу ввести, это очень было сложно, но наш муфтият, и с руководством нашей страны, и нашего, вот, нашей республики, они долгие годы поработали, поработали, как-то мы последние 4 года, вы сами замечаете, в Дагестане не были ни взрыва, ни таких серьезных терактов, да, вот, слава Богу, слава Всевышнему Аллаху, и, альхамдулиллах, мы избавились от этого, это благодаря знаниям, благодаря, то есть, поддержке взаимопонимания госвласти, и также муфтият, республики Дагестан. Ну, в том числе, я бы сказал, активные позиции духовенства, да, раньше, наверное, какое-то еще было такое... Ну, тогда тоже, конечно, кадр, сегодня, если один человек был работающий, сегодня, если их 10, значит, конечно, должно быть разница, должна быть разница. Я скажу, что это 10 тоже не были бы, если не были бы у нас после 90-х годов один человек ученый тоже, да, скажем, если благодаря этих людей они подготовили кадров, и мы смогли стоять против экстремизма и терроризма, да, вот, скажем. А сейчас какова ситуация? Сейчас тоже в Дагестане работа ведется, но, конечно, мы не стоим, потому что мы основную, можно сказать, работу сверху сделали, а внутренние работы, которые, ну, в любом случае, всегда нужно профилактическую работу провести. Вот мы не останавливаемся, мы хотим еще больше, больше делать. Почему? Потому что болезнь. Вот человек, если заболел, один раз вылечился, если его без внимания оставить, да, вот, если профилактику не провести, то другой, он обратно может заболеть, да, и поэтому перед нами есть большая работа, и в том числе не только эту работу провести в самом Дагестане, потому что дагестанцы и проживают, то есть в разных регионах нашей страны. И хочу выразить благодарность нашему брату и Абдурахману Долгатовичу тоже, что он пригласил нас и предоставил нам возможность и встретиться с дагестанцами, и провести с ними беседу, им тоже разъяснять определенные вещи, отвечать на их вопросы. Какие вопросы были? Поделитесь, пожалуйста. Вот наши, ну, как мы их называем, кировские дагестанцы. Знаете, вот, кировские дагестанцы, они очень отличаются, они у вас очень добрые, очень хорошие. Характерная черта Кирова. Добрые, очень добрые, покладистые, отзывчивые. Очень-очень добрые и очень хорошие, конечно, но как бывает, если встречается человек юристом, ему по юриспруденции вопросы зададут, да, если политик по политику. То есть, а меня спрашивают, как намаз, это мы правильно делаем, то есть, или же там эти мероприятия как нужно совершать, то другое, как у человека, у которого есть религиозное образование, то есть, вот такие же вопросы они задавали, то есть, связанные с молитвами, совершениями этих, правильных этих молитв, то, где они могут ошибаться. И так же, в том числе, вопросы, которые остро стоят между тех других людей и так же традиционно, то, что мусульмане делают. Ну, подобные вопросы были, и, конечно, чем мог, я тоже ответил. Ахман Долгатович, сколько дагестанцев у нас сейчас в регионе насчитывается, там, по официальным данным? Ну, вот, у меня, вот, когда я лично даже просто за меня собирали подписи, да, чтобы я представил Республику Дагестан, Кировской области, да, вот, лично у меня было в списках более 200, это каждый человек, который был подписан, это только было Кирове и Слободском. Ну, мне кажется, да, тут человек, наверное, 500 там точно есть. Вот, просто основные, да, потому что уезжают, приезжают, потому что основной такой учет мы не ведем, так как мы все-таки граждане России, не все, как красиво, уезжают. Поэтому тут у нас таких обязательств нет, в каждом месте регистрироваться, да, там, ставить на учет. Поэтому в этом плане, ну, основные, вот, ну, человек там 500, мне кажется, тут у нас постоянные тут есть, которые живут в области. Да, в области. Мне хотелось бы сейчас еще сосредоточиться больше именно на нашем регионе, на Кировской области. Спасибо, конечно, что уделяете именно нам такое большое внимание. Напоминаю, что Ахмат Хаджи, заместитель муфти Республики Дагестан. Вчера на форуме часто, конечно, у нас звучало имя нашего президента Путина. Но зачастую, как ведь мы думаем, что Москва президент – это где-то далеко, да, патриотизм – это, ну, да, патриотизм надо любить. Но ведь зачастую, да, там, вне зависимости, это даже какие-то межнациональные или не межнациональные вещи. То есть огонь может разгореться из-за какой-то вот маленькой искры, да. А как вот на местном уровне людям доносить, что, слушайте, ну, надо уважать. Надо иногда и поступаться какими-то своими желаниями. Вот как обычным людям объяснить, чтобы не возникало этой искры внезапно? Что можете сказать, Ахмат Хаджи? Знаете, психология. Вот в целом люди, которые представляют и религию, и которые представляют и других направлений, они должны быть людьми верными, которых нет своих корыстных целей. То есть человек, если он начнет, допустим, в Дагестане, вот, и вы сейчас тронули вопрос, то есть Владимир Владимирович Путин, да, реально этого человека у нас любят. Почему? Потому что самые трудные и сложные годы не только Россию он спас, да, вот, скажем, целым, и Россию тоже спас, он и внутри России. И мы считаем, что к Дагестану этот человек относился очень так и вежливо, и уважением большим. И нас от экстремизма, можно сказать, в 99-м году рядом с нами стоял и спас нас и с народом вместе. И поэтому у дагестанцев, у дагестанского народа в отношении Владимира Владимировича Путину есть большое уважение. То есть про него вот кто-то, чтобы сказал там плохое или же что-то такое, я не видел. И мы тоже стараемся, потому что в любом случае, какой бы конфессией, с какой бы конфессией он не был, какой бы национальности он не был, если даже человек не уважал, мы же сказали в начале, то есть что мы должны этого человека уважать. И тем более, когда глава наша, лидер нашей страны, если он относился именно к этому региону большим уважением, то есть от злости, от плохой ситуации он спас этот регион, то есть мы же в долгах перед этим человеком, чтобы относились к нему хорошо. То есть это наша обязанность. И этим и народу тоже, народ тоже этого понимает. То есть у нас в народе тоже в этом проблемы нет. То есть, подожди, я-то говорю о бытовом уровне, да, о бытовом уровне, да, вот. Хорошо, тут два вопроса возникают. Путин, президент Путин, как бы в Москве, все, там, сделал. На то он и президент, чтобы он делать во благо всей страны. Он президент всей России. Стратег. Он должен этим заниматься. Он сделал, мы ему благодарны. Окей. Вопросов нет. Вопросов другого. Мы живем каждый день, у нас есть соседи. Мы сталкиваемся с разными вещами. И в зависимости от того, в каком мы состоянии, в каком мы настроении, может возникнуть, вот, Володя-то спрашивает, что вот, как людям-то объяснить, что не нужно, что ваши проблемы не из-за того, что перед вами человек другой религии, или другого цвета кожи, или у него глаза другого цвета. А проблемы совсем из-за других вещей, это первый вопрос. И второй вопрос. Очень часто недопонимание возникает в ходе уже, когда, значит, наверное, вы, религиозные деятели, объясняете людям. Может быть, там появляются какие-то перегибы, связанные вот с чем. Когда вы говорите о патриотизме, патриотизм мы, ну, частично можем определить, как любовь к родине. И вот вас молодой человек спрашивает, потому что меня спрашивают, и то, а что, если мы родину любим, то мы что, не должны критиковать, значит, правительство, не должны говорить руководителю города или руководителю области, что так нельзя? Нельзя или нельзя плюнуть в лицо чиновнику, который крадет, значит, или, там, использует коррупционные схемы при распределении государства. Разве это не любовь к родине будет? То есть, как человек проявлять должен свою любовь в таком случае? Насколько активен он должен быть? Или он должен сидеть и, зная это, ждать? И Путин нас рассудит. И Путин нас рассудит. Давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, прервемся и продолжим нашу беседу. Союз нерушимый В эфире программа «Союз нерушимый». Мы продолжаем. У нас в гостях Ахмат Хаджи, заместитель муфти Республики Дагестан, и Абдурахман Османов, полномочный представитель правительства Республики Дагестан в Кировской области, председатель Кировской региональной общественной организации «Дагестанское землячество», организатор, как форума прошедшего 22 ноября, так и ранее прошедших, Азиз Алиич задал очень жизненный вопрос. Да? На уровне межличностных отношений, в конкретном месте, в конкретное время. Вы знаете, вот всё возникает у человека, когда отсутствует у человека образование, знание. О! То есть, у нас говорится, что во всех делах, если бы молчали незнающие, то есть невежественные, никакие разногласия, раздора не было. К сожалению, то есть, вот это происходит от того, что человек начинает заниматься тем, чего он не знает. Что он не знает, да? Вот, в первую очередь, население надо призвать, чтобы они приближались к знанию и получали образование. Почему? Вы знаете, вот ислам, наша религия, первый аят, неиспосланный Священного Корана, это что было? Икра, читай. То есть, первое слово, которое неиспосланное Всевышним Аллахом Пророку, это было, то есть, акцентировано на образовании, на знании. То есть, читай, изучай, обучайся, познавай. Вот через этого это все исходит. Ну, каждая семья, у каждого дома, кто находится, вот нам в целом не только религиозные деятели, и все вот ответственные люди, они должны призвать всех, чтобы они получали образование. То есть, когда уже образование начнется, вот в этом и будет воспитание. Мы сейчас какое образование имеем в виду? Мы имеем в виду все. Вообще, в принципе, да? Вообще, тягу к знаниям, в принципе. И любом образовании должно быть образование воспитательной части тоже. То есть, знание, чтобы вот, если учитель школи, чтобы он не только учит человека ручку держать и там букву написать, и параллельно он должен воспитывать его. То есть, если этот имам мечети, если он обучает ему алифба написать, то есть, не только алифба написать, а так... Алифба – это АБ. АБ. То есть, их написать. Буквы. Вот надо его, что делать? Да, воспитывать, то есть, его. А как же человека, то есть, нужно воспитываться в исламе? Допустим, сегодня пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему и благословение, сказал, что если мы хотим что-то лучшее было, чтобы мы исправляли самих себя. То есть, не сделали другого виновным, виноватым в каком-то поступке. Вот чтобы мы, в первую очередь, эту вину, эти недостатки искали самих себя. То есть, если мы вот так с самих себя начнем, если мы сами себя будем воспитывать и лучшими, и будем сами начинать лучше относиться и рядом, которые находятся люди, к ним, то тогда они тоже станут лучшими. То есть, поэтому здесь семейно, оттуда, как это начинать, в первую очередь, человеку необходимо образование и также вовремя воспитывать детей правильно. Но, к сожалению, в наше время же получается так, что, ну, большинство, если взять, вот, моей семьи и вашей семьи, да, большинство из нас работает. Утром выходим на работу и вечером возвращаемся. А вот куда, если мы сдаем детей вот воспитывать, нам, конечно, нужно посмотреть, куда мы сдали его, и там реально... Вот меня слово уже пугает – сдавать, воспитывать. Не должно так быть. Да-да, не должно так быть. Сдавать, воспитывать. И в целом, нужно в любом случае кого-то, если мы приглашаем, чтобы наших детей воспитывали, то это нам нужно делать, правильный выбор поставить. Вот с этого и начнется все лучше и лучше идти. Человек же, он грешен, да. Лень ему иногда, да, образовываться. Еще какие-то обстоятельства он себе придумает. Еще и еще. Как, собственно, свет-то знаний вот вложить в душу, в умы каждого что-то? В умы каждого это... И что вы делаете, да, кстати, в этом отношении? В любом случае, хоть мы хотим, чтобы все образованные были, они не будут. Но все равно воспитание где-то в любом области очень нужно. То есть нужно специалисты, которые среди этих образованных людей и будут хорошие воспитатели, которые будут обучать и воспитывать следующие категории людей, да, которые нет образования. В целом нам необходимо, в первую очередь, повышать уровень знаний. То есть каждого человека, хоть это в школьном возрасте или же дальше. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть. Ахмат Хаджи, правильно я понимаю, что когда вы говорите повышать уровень знаний, вы имеете в виду не только... Религиозное. Не только религиозное. Хорошо. Не только религиозное и не только, значит, там, пи равно 3,14, значит, там, да? Бесконечно. Значит, а вы имеете в виду в том числе и знание о том, как в данной ситуации себя повести, как относиться к человеку, который ты встретил, что сказать в какое время, потому что, значит, у нас, например, иногда бывают споры там про лезгинку, я сам тоже люблю там иногда лезгинку там станцевать, несмотря на возраст там, да? А про то, что любой человек, умеющий танцевать лезгинку, го-пак или топотуху, он должен знать, когда и где он может себе позволить это сделать. Можно после экзамена, получив пятерку, выйти и немножко там го-пак там... Я хочу себе немножко отвлечься, да. Абдурахман Долгатович тоже сказал. Да, простите. Вот я вот хочу пару слов добавить. Конечно, тут то, что сказал Ахмат Кахаев, добавить тут, конечно, очень сложно, но я вот воспитание вот восприняю вот так вот. Смотрите, я вот хочу, могу от себя говорить, да? Да. Вот меня как воспитывали, например? Вот мне говорят, если ты вот из родного дома вышел, если, например, если я родился в Черкее, я поехал в район Буйнакск. Если я что-то сделаю, я там буду говорить, вот из Черкеи Абдурахман что-то натворил. Правильно? Из Буйнакска я выезжаю, например, да? Из Дагестана я выехал. Любой российский город. Я дагестанец, поэтому мне всегда говорили, Абдурахман, вот где бы ты ни был, ты, вот я говорю, там я представлял своих родителей свое село, правильно? Своем селении я представлял своих родителей. Если я в школе что-то натворил, сказал, это чей-то сын, значит, я там представлял родителей своих. Вышел за селение, уже свое село представлял. Вышел за республики Дагестан, я уже Дагестан. Вот поэтому я всегда, ребята, говорю дагестанцам, которые здесь приехали учиться к нам, в которых я говорю, ребята, вы никогда не забывайте, независимо, например, да, какой бы вы национальности ни были, что бы вы ни делали, вы всегда представляете, как я, вы, представитель республики Дагестан. Совершенно верно. И по вас будут судить. Да, по вам верно. Никто не скажет, что это Магомедов сделал, а скажут, что это сделал представитель народа конкретного. Вот мне скажут, например, да, поэтому я говорю, у нас к вам просьба. Я говорю, вот если меня так научили, я уверен, что этот, как говорится, есть горский кодекс, есть такой, который этим их всегда учили. И это даже независимо, потому что она веками, годами передавали уважать старших. Вот я вам честно скажу, бывало время, когда я здесь ездил, тоже на троллейбусе, я здесь нахожусь, здесь с 96-го года я в Кирове, уже сколько времени, правильно же? Да. И я всегда уступал старшим, другим и старался, потому что здесь это было немножко диковато, я вам честно говорю. Я даже, когда дома был, вот дома в Дагестане, здесь даже попробуй, там кто-то молодой будет сидеть, тебя могут громко на тебя говорить, тебе будет это стыдно. Поругать. Да, потому что она идёт воспитанной вот так, и это по воспитанию, да, патриотизм, я вам скажу. Вот любой человек, который занимается своим делом, будь это шахтёр, будь это учитель, будь это строитель, я думаю, это тоже патриотизм. Это вот работаю, я своё дело делаю качественно, как положено, да. Если каждый человек будет заниматься своим делом добросовестно, честно, да, например, не находя такие-то причины, их, конечно, можно найти. Почему нельзя называть врачом, который хорошо людей лечит, патриот? Он патриот своего страны, своего города, правильно же? Например, я, например, находя... Через свою работу, через помощь людям он тем самым воплощает свою миссию. А есть ли плохой врач? Вы знаете, есть ли плохой врач, ну, есть ли плохой врач, он тоже... То ведь судя по тому, что сказал Адхан Хаджи, и сказал Мухаммад Алейсалам, да, то я должен, что, в себе копаться? Для этого... Я возвращаюсь ко второму вопросу, который я вам задал. Я ответил на этот вопрос, да, на этот вопрос я не ответил, потому что сейчас я отвечу, иншаллах. Но, знаете, есть люди, которые за плохих людей, за плохой поступок, которые отвечают. Это наши правоохранительные органы, есть судьи от исламы, нашей религии. То есть есть общее отношение у людей к другим людям, есть другое – справедливость, честность. Вот мы знаем, что немало людей же судят, немало людей за их поступок осуждают. То есть им срок дают или же другое. И в этом плане, вы знаете, мы должны поэтапно перейти, если человек нарушает закон, кто бы он ни был, будь он религиозный, какой бы он себя ни ведет, то есть есть рамки закона. Надо соблюдать этот закон, вот по этим законам двигаться и сохранять свои традиции и все. То есть сегодня мы знаем в нашем России, вот нам есть все, вот учитаны все права человека. То есть во всех этих правах нам дано возможность и соблюдать свою религию, исповедовать свою религию. Но нам нельзя эти границы закона нарушать. Если нарушает, если любой человек нарушает, надо его соответствующим образом, чтобы этого человека наказали. То есть в этом плане, как вы сказали, чтобы я или же кто-то в нашем общем общении своих людей вот каждого человека винить и его наказать, такого ислама не показано. То есть для этого есть определенные люди, которые будут этим заниматься. Вот это была у нас основная цель, начиная с себя, вот в этом форуме, да, чтобы как-то профилактику, пробовать объяснить вот это, чтобы мы не нарушали вот это, чтобы не выходили за рамки и в шариате. И я же вам четко там рассказал, что такое патриотизм, как все оно, уважение к соседям, любовь к другим. Ну, поэтому вот это наша цель, чтобы мы друг друга понимали, друг друга вовремя остановили и работали. Ну, как по профилактике. Вот так время быстро истекло. 40 минут мы уже посвятили этому разговору. Философские, так сказать, понятия патриотизма. Да, если, не знаю, как тут вы, Ази Солич, но мне понравился этот очень волнов, на который мы сегодня настроились, и мне бы очень хотелось, чтобы в последующих форумах вот именно она была реализована, вот более близкая, что ли, да, вот к нашим простым делам. Очень хотелось бы, конечно, вот нам нужно, чтобы кто-то, конечно, нам, вот, этот вопрос был задан в форуме. Если вы что-то видите в этом у нас, в свою лепту, чтобы нести просьбу, выразить свое пожелание получения проведения следующего форума. Точки, из-за никого бы вы хотели, чтобы вы там видели. Вот такую анкету мы там раздавали. Хорошо. Ну, у нас есть контакты, есть выходы, мы можем, да, посоветовать. Я думаю, до этого форума еще раз пообщаемся и найдем те вопросы. Спасибо большое, что уделили нам время. С нашим гостям, да, Ахмад Хаджи Магомендалиев Кахаев и Абдурахман Долгатович Османов. Наши дагестанские друзья, наши братья, как сказано в Коране, да, все мы братья от Адама и Евы. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.